вчера вечером ко мне пришла посылка с яндекс доставкой из моего любимого магазинчика и приехали ко мне малыши и одна цветущая орхидейка сейчас наступило утро я буду их обрабатывать это мое обязательно правило все новые орхидейки я всегда обрабатывают вредители для профилактики я налила 300 миллилитров тепленькой водички и сейчас я развожу инсектоакарицид принципе может быть абсолютно любой инсектоакарицидик я просто вот полюбила как-то даблфейс ни разу не было у меня с ним проблем и он не пахнет и как-то вот я с ним сроднилась в общем 012 миллилитров даблфейс я добавляю в 300 миллилитров воды вот этого даблфейс можно разные использовать абсолютно инсектоакарициды и это хорошо каждый раз разные использовать чтобы насекомые на разные препараты уже не могли реагировать умирали полностью и это у меня превикур энерджи для новеньких орхидеек я как-то так им очень хорошо тоже пользуюсь и совершенно отлично вообще себя ведут орхидейки достаточно быстро у них раскукливаются корешочки мне все устраивает и как бы в помощь для иммунитета и для быстрой адаптации после стресса орхидейка привикур энерджи это просто такой маст хэф они обожают его на 300 миллилитров я добавляю 03 миллилитра препарата очень удобно использовать такой инсулиновый шприц потому что тазировки малюсенькие я как-то приноровилась и там прям можно до миллимилли миллиграмма просто все использовать а потом я добавляю такие витаминки супер трайв я не тоже очень понравились на 300 миллилитров воды нужно три капельки вот раствор у меня готов для шести орхидеи 5 5 малышек 2 и 5 и одной цветущей орхидеи но очень сложности они примерно одинаковые по размеру для 6 орхидеек мне нужно достаточно хватит 300 миллилитров воды вполне первое что я буду делать это этим раствором обработаю листики очень тщательно с двух сторон не бояться прям ну я не боюсь заливать в точку роста но опять-таки повторюсь у меня в принципе быстро сохнут орхидейки я не переживаю по этому поводу а потому что они меня будут храниться в таком месте где не очень прям высокая влажность и они очень быстро подсыхают тоже опять-таки это все зависит от климатических условий в которых у вас будут орхидеи и это все очень индивидуально тут каждый смотрит по своему опыту я уже абсолютно не боюсь куда-либо там заливать этот раствор и я абсолютно уверена что ничего мне не загнивает это все зависит от того при какой температуре при каких условиях содержится орхидейки тщательно абсолютно я точно обрабатываю каждую вообще просто пазуху это обязательно особенно в пазухах любят скапливаться всякие там нечисти вот и лучше все это залить double face отлично вообще работает в этом случае вот так вот нужно тщательно конечно вот но я взяла себе золотое правило каждая орхидейка который приходит ко мне откуда угодно из авито или из магазина откуда хочешь то есть кто-то подарил без разницы обязательно я обрабатываю я ни в коем случае не отношу орхидейку сразу к своей коллекции и обрабатываю я тоже далеко от своих орхидей абсолютно другом месте чтобы не дай бог никакая зараза там туда не попала и цветущие орхидеи и те орхидеи которые находятся давно моей коллекции я профилактически где-то ну раз сезон там обрабатываю или раз в полгода обязательно просто профилактически обязательно обрабатываю потому что лучше лучше заранее по этому позаботиться чем потом бороться уже с последствиями вот ну в принципе это не так много времени занимает во первую орхидейку я уже протерла с двух сторон сейчас буду протирать вторую это такая суперская орхидейка хатаюки японская просто такой белоснежная перламутровая облачка очень давно не мечтала белая орхидеи не вообще классно так разбавляет все время коллекцию белых орхидеи много не бывает я так считаю орхидейки я покупаю в магазине здесь в санкт-петербурге девочка открыла очень хороший магазин в невском районе причем это не просто да вот по вконтакте или где-нибудь заказываешь там орхидеи приходит и нельзя их посмотреть то есть что пришло то пришло нет вот к ире в магазине я приезжаю у него магазина он находится на улице калантай дом 30 в торговый центр модуль я прохожу у нее прям такой классный атмосферный магазин когда туда заходишь попадаешь как будто бы в какой-то азиатский просто какой-то тропический рай так классно у нее очень много всяких домашних растений а с такими красивыми листиками ну просто отнимая тему я уже не знаю куда у меня уже столько этих растений что я наоборот от них избавляюсь точно ничего покупать больше не собираюсь ближайшее время и вот у ира так классно вот ты заказала и пришла посмотрела до перед тем как забирать орхидейку ты ее можешь посмотреть пощупать заодно конечно прихватить еще несколько орхидейк увидите и мне нравится что именно вот такой вот прям настоящий магазин так это цветущая орхидейка у нее такая судьба всех все цветущие орхидейки которые ко мне попадают я ему ну если это не совсем на бутонах какая там супер и пупера орхидей какая-то вообще свежачок да вот такая вот уже начинающая цветать но в основном да мы заказываем где-нибудь с доставкой они уже такие как бы приходят но не огонь как бы мягко говоря я уже ничего на это смотреть для меня это уже какой-то ужас просто но посмотрела какие цветочки и окей слава богу там выбрала и все я просто отсекают и цветоносы их убираю подальше от своей коллекции потому что на этих цветоносах запросто может быть 99 процентов если какая-то зараза то они все сидят на цветах и цветоносах убираю в другое место от своей коллекции подальше могу поставить вазочку если они симпатичные какие-то ну или просто там выбрасывать и точно так же как все остальные орхидейки я ее с двух сторон этим же самым вот растворчиком обрабатываю проливаю пазухи проливаю точку роста обязательно с двух сторон протираю листочки очень тщательно в этот раз у меня не получилось поехать к ире в магазин я так хотела снять обзор но к сожалению мне просто не было возможности выехать из дома и я заказала яндекс доставку но я обязательно в ближайшее время то у меня кое-какие заказе ки есть обязательно к не съезжу и сниму этот магазин сделаю обзор все таки приятно когда в твоем городе есть прям такой вот магазин классно от орхидей приходишь и любуешься у нее очень много всегда цветущих продается очень много на заказ подростков когда к ней заходишь со своим заказом который ты заказывал заранее обычно не уходишь обычно набираешь что-нибудь еще средства по уходу ночью короче своем районе рядом со своим домом это просто шикарно иметь такой магазин прям вот я считаю что мне повезло вот это вот орхидей которая цветущая у нее вообще принципе не знаю но редко бывает что приходит там орхидеи приходит цветущий прям супер какими-то пупенными там корнями конечно редкая такая удача но в основном это орхидеи которые подлежат какому-то восстановление и надо просто ну я уже на опте поняла что я их вот первый раз делаю такую профилактическую обработку добавляю привикор как фунгицид а в дальнейшем я проливаю еще обязательно следующий полив когда вот она полностью просохнет топсин м м топсин м и какой-нибудь примеру ли удобряшку или просто какие-нибудь витаминчики для таких цветущих принципе так вот чтобы прям супер удобряшка в первый второй полив и не требуется потому что они там на день там делаются вот на этих вот оранжере конечно их там просто адовы садовы просто дают пропорции моих удобрений первое время считаю что им нужно немножко от этого даже отдохнуть просто витаминчики и какие-то там фунгициды добавить сейчас я хочу подготовить вот такие вот горшочки очень сложно найти хороший красивый горшок а раньше я всегда использовал стеклянные но еще что я часто использую стеклянные и вот опять таки повторюсь я хочу перевести по максимуму всю свою коллекцию на закрытую систему вот и очень сложно найти горшок потому что у меня такие полки которые стекло им тяжело же просто держать эти стеклянные горшки я вот нашла что-то подобное похоже на стекло но только пластик но они как бы вот ни туда ни сюда они для 2 и 5 большие а для больших растений маленький ну что есть очень пользуюсь тем что есть вот и смотрите сейчас я обработала листики и начинаем полив а я поливаю вот растение во мхе которые только что пришли откуда-то в любом случае они испытали какой-то стресс если они хорошо прям хорошо хорошо высушенные прям сухие вы чувствуете что у них легкие горшочки совсем чуть-чуть буквально главное тут не перелить совсем чуть-чуть надо полить буквально там на полтора два один сантиметр вот так вот на донышко я поливаю они начинают пить они начинают снизу просто впитывать вот эту воду на глазах вода уходит и они тогда напиваются и я делаю так чтобы я видела визуально что мох наполнился где-то на одну треть снизу на наполнился водой он становится такой темный и горшочек немножко тяжелее ты все этого достаточно то есть вот орхидею шкам который пережили такой вот переезд и засуху да им нужно их по чуть-чуть совсем отпаивать это я считаю залог успеха не заливать их сразу делать там такое болото вот здесь вот я сделала такие отдельные горшочки для полива и потом я их уже перемещу в горшочки которых они будут стоять орхидейка которая цветущая я вот так сверху поливая не снизу сверху чтобы у нее хорошенько вот этими фунгицидами и всякими разными инсектоакарицидами обработалась вся вся кора который да там находится там же не мог кора и я ее через верх проливаю ну что прошло буквально совсем чуть-чуть времени вот видите это фактически всю воду выпила она стала такая тяжеленькая снизу мох уже стал такой влажный она стала уже прям видно что она напилась и все достаточно то есть там было совсем чуть воды я залила теперь я то что осталось вот это вот еще пускай попьет видно что она совсем там буквально чуть-чуть намочилась это тоже вот это вообще почему-то плохо пьет бывает такое да это надо смотреть просто уже по ситуации это тоже еще пока не очень напилась а то что водичка осталось я опять-таки проливаю через орхидея которая в коре через верх потому что все таки она цветущая она в коре и там конечно могли очень запросто остаться какие-то отложения от всяких гаденышей так вот это хатаюки все она напилась опять-таки проливаю этим же растворчиком которая в коре ну вот от этих вот которые во мхе они такими молодые такие безобидные я вообще не боюсь это вот второй раз использовать проливаю уже все они в одном котле будут вариться в любом случае стоит все рядом так что тут ничего страшного если я пролью повторно этой же самой водичкой вот эти вообще не хотят пить ведь и по ситуации вижу что просто они не хотят пить это уже все это напилась водой и прям насквозь ее пролила там внизу отверстие в этом горшочке я и просто насквозь пролила этим растворчиком вот они все корни позеленели вот все отлично вот со всех сторон да тут я проверила и я уверена в том что все в принципе этого достаточно вот это не и как раз вот еще раз через верх вот так пролью привод со всех со всех сторон чтоб хорошенько вся кора провелилась и было обработано этим препаратами мы все ставлю ее горшочек мои вот это вот перфекционизм понимаете маленькие большие все ставлю в одинаковые горшочки вот в эти которые я купила такие как бы пластиковые потому что они будут стоять у меня на таком как бы карантинном столике но есть карантинный столик я не могу когда он выглядит как-то некрасиво у меня прям бизик чтобы все было одинаково и красиво из-за этого и маленькие орхидейки большие я все ставлю в одинаковые горшочки так у этого я увидела какие-то не очень красивые высохшие просто сухари какие-то сверху причем полые внутри абсолютно не нужны я хочу их срезать ножничками обработаю спиртом и буду срезать там ну буквально знаете там парочку каких-то со всех совсем таких сухих корней я срезаю вообще я еще очень люблю когда вот такие вот в мхе приходит орхидейка немножко отодвинуть от шеи этот мох но если мне не лень да я вот это делаю если там куда-нибудь не спешу отодвигаю но когда совсем такой сухой мог он прям пылит он прям еще сухой сухой я конечно около шеи там ничего не трогал в этом нет смысла ты могу повредить просто вместе с мхом оторвать просто кусок сухого корня я этого не делаю немножко когда намочится я еще сверху вот освобожу немножко дам воздуха к серединке к шее этот вообще пить не хочет я его еще оставлю вот прям видно видите вот он снизу совсем на сантиметр просто намок мох вот это уже нормально вот она уже видите ли к верху мох по мху попала зла влага наверх корни стали зелененькие этот все напился а вот этот гаденыш просто на не хочет пить и все и вот в этом случае я решила его еще сверху вот так вот пролить чтобы все таки хотя бы по стенкам мох увлажнился потому что совсем почему-то он не хочет пить но бывает такое это все зависит от орхидеи вот это тоже какой-то сухой просто увидел он пол и сухой вопрос оторвала убрала этот лишний корень тут как бы ни к чему вот сверху из того что я его пролила он немножко хоть напился ладно уже все сколько уже можно то есть вот это время пока я все это возилась он сам последний пилот еще разочкой его сверху пролью этим раствором пускай немножко попьет но опять таки это не не значит что я все орхидеи так проливаю это только супер-пупер сухой вот этот который не хотел пить просто со временем уже начинаешь чувствовать как как увлажнить на насколько это требуется орхидеи просто уже каждую орхидейку ты чувствуешь тем более если у тебя коллекция там не миллион орхидей там даже нужно не 200 не 150 ты уже каждую орхидея просто чувствуешь как будто бы это там часть тебя из-за этого уже так все уже по опыту определяется ну вот все вот они мои все шесть орхидей обработались и стоят в одинаковых горшочков вот этот цветоносик который я отрезала и поставила вазочку так он мне нравится он не поеден трипсом пускай стоит украшает рядом у меня никаких других орхидей нету пускай стоит очень красивый цвет просто огонь я прям вообще довольна что я купила днем рассмотрела еще тем более по цвету мне очень все понравилось и они вот эти вот шесть орхидей которые я обработала будут у меня стоять в течение недель трех в другом месте это абсолютно другая комната других орхидей шик тут нету из коллекции так что будут ждать своего звездного часа